Ивановскую область можно справедливо назвать самым нищим регионом ЦФО. Росстат опубликовал статистику по зарплатам работников культуры, образования и здравоохранения за прошлый год. Из 18 субъектов ЦФО текстильный край оказался на последнем месте по всем позициям. Самые солидные зарплаты у врачей и преподавателей вузов в 2018-м они получали в среднем чуть больше 45 тысяч рублей в месяц. Практически вдвое меньше у педагогов колледжей и среднего медперсонала. Их оклад колеблется в районе 24 тысяч. Скромнее всего выглядят доходы младших медработников, воспитателей в детских садах, школьных учителей и педагогов доп. образования, а также работников культуры и социальной сферы около 22 тысяч в месяц. Расчет по каждой категории работников, он свой. Допустим, по врачам рост заработной платы должен составить 200% от средней заработной платы по области. По педагогам 100% от заработной платы. Поэтому по каждой категории свой расчет. И когда этот показатель установлен на 2018 год, он был установлен в размере 21 626 рублей, отсюда действительно идет весь расчет по всем категориям. Ивановские показатели, мягко говоря, ниже средних по стране. Зарплата российского учителя около 38 тысяч в месяц. Врача – 75. Гузовские преподаватели и вовсе получают больше 82 тысяч рублей. Ивановцам такие суммы и не снились. Впрочем, есть регионы, в которых дела обстоят еще хуже. Самые низкие зарплаты бюджетников, по данным Росстата, в Северокавказском федеральном округе. Но и они вполне сопоставимы с ивановскими. Разница буквально в одну-две тысячи рублей. Заработная плата, она устанавливается в учреждениях, согласно коллективного договора. И системы оплаты труда. И если, допустим, мы ведь говорим сейчас о средней заработной плате в отрасли. И она состоит из, если по медикам мы берем, это заработная плата от главного врача. И все категории медицинских работников. Вот средняя зарплата, она получилась вот такая. У врачей 45 тысяч, там, 264 рубля. О необходимости повышения доходов бюджетников Владимир Путин заявил в начале своего прошлого срока. В майских указах 2012-го президент обязал правительство довести зарплаты врачей и профессоров вузов до 200% от средней региональной. Медперсонал и педагоги, в свою очередь, должны получать не меньше 100% от этой суммы. Для нас, как для департамента образования, важнее видеть динамику уровня заработной платы. Мы можем говорить только о средней заработной плате. Понятно, что не каждый педагог получает одинаковую сумму средств. Это зависит и от нагрузки, и от квалификации, и от сложности труда педагога, от интенсивности труда. Нам важно видеть динамику. Хочу сказать, что поскольку в целом по социально-экономическим показателям наш регион сегодня достаточно скромно выглядит в Центральном федеральном округе, от этого и уровень средних зарплат педагогических работников всех уровней оказывается на рейтинговой строчке нижней. Низкий среднерегиональный показатель – это еще полбеды. Самое интересное – другое. В указе президента черным по белому написано «довести до средней заработной платы в соответствующем регионе». А вот в документе федерального правительства 2015 года, которым руководствуются все органы исполнительной власти на местах, совсем иная формулировка. В постановлении за подписью Дмитрия Медведева субъектам рекомендуют использовать так называемый показатель среднемесячного дохода от трудовой деятельности. Нетрудно догадаться, что эта цифра отличается от средней зарплаты по региону. 2018 год – это 21 626 рублей. Разница больше 4 тысяч. Конечно, в номинальном значении эти заработные платы очень невысокие, но они сегодня соответствуют потребительской корзине в Ивановской области. И правительство здесь выполняет все обязательства перед педагогами, чтобы удерживать заработную плату на уровне средней в Ивановской области. И хочу сказать, что из года в год номинальный показатель, он немножечко, но все-таки растет. Слово «средний» у статистов одно из самых востребованных. В каждом конкретном случае зарплата медсестры, учителя или соцработника может быть значительно ниже и 20 тысяч рублей. Да и далеко не все вузовские преподаватели и врачи получают 45 тысяч. И это в самом нищем регионе ЦФО.